Собор Украинской Православной Церкви Здравствуйте! На этих выходных прошел собор Украинской Православной Церкви, ну или же Православной Церкви Украины, как она сейчас будет называться, это объединительный собор нескольких непризнанных церквей, на которых была создана новая церковная организация, де-факто, с точки зрения норм была воссоздана структура Киевской митрополии Вселенского Патриархата, был выбран митрополит. Естественно, что мимо такого события Русско-Православная Церковь пройти не могла. Естественно, что было достаточно много объединений, которые звучали в адрес Патриарха, Варфоломея, украинских церковных лидеров, ну и в принципе украинского государства. Давайте разбираться совсем по порядку. Итак, вначале о соборе, о возможном создании церкви. Первое объединение, которое позвучало достаточно недавно, точнее оно было повторено после первоосеннего еще заявления РПЦ, это о том, что возможно создание церкви нечтожен с точки зрения канонимического права. Ну и вот тут вот, как бы вам сказать, русская церковь попадает немножко пальцем в небо. Почему так? Было решение Северного населенского патриархата от 1686 года о предоставлении права патриарху московскому хератонизировать, то есть возводить сад митрополита Киевского. Русско-Православная Церковь заявляет, что такие документы отзывать нельзя, поскольку они нарушают каноничные территории уже существующих церквей. Ну, скажем так, долго об этом говорить не буду, этот вопрос я рассматривал достаточно подробно в видео под названием «Каноничность РПЦ на территории Украины», но позволю себе сделать небольшое повторение. Итак, давайте разбираться, что говорит тот документ. Перед вами появилась фотография, отрывка, который до недавнего времени был недоступен, но сейчас, благодаря тем же самым российским источникам, то есть российские архивы, они начали публиковать и выкладывать в общий доступ сборники законов Российской империи. Было реально два патриарших послания. Одно было адресовано клиру и пастве, а второе было адресовано русским царям. Итак, что мы читаем? Выделено красным. «Если мы престарительству митрополию сию по времени сущую блаженнейшему патриарху московскому, да имеет волю совершать невозбранно, елико пользуясь к постановлению митрополита епархии сей по древнему обычаю, вместо того и избранием общего совета он и епархии, где окажевляет наши соборные грамоты, да имеет хиротонисатый блаженство митрополита киевского невозбранно, и да будет послушен митрополит в патриаршескому судилище, только ж патриарха московского по церковному чину. Токма воеже хранитеся чести у крест Вселенского престола, и да не будет принадлежения и лишения весьма в своих привилеях, по велевахум воеже воспеватыся в митрополии сей патриаршему имени вселенского патриарха, во-первых, потому правильное имя потом правильное имя патриарха московского от по времени сущую митрополию, по священных литургиях о его облах хиротонии ради он же воспринимает от московского и долженствует в правилах вспоминать его. То есть речь идет лишь о двух вещах. Первое – это право позволить хиротонизировать. Второе – это церковный суд в качестве апелляционной инстанции для суда митрополии. Обоснование было очень простое. Обоснование было в том, что на тот момент государства часто воевали и, соответственно, патриарх, который сидел в Константинополе, уже в Стамбуле, не имел физической возможности хиротонизировать вести стан патриарха киевского, у митрополита киевского. Все. То есть о передаче речи не шло. Было всего лишь две вещи. Одни – суд церковный, раз, и право возводить стан. Два – во всем остальном все оставалось в единии Константинопольского патриарха. И воспевание Константинопольского патриарха перед патриархом московским с точки зрения церкви также свидетельствует, что он оставался главой церкви, главой данной митрополии. Таким образом давались права на определенные, назовем так, административные процедуры церковно-административные. Эти же права потом были забраны. Все. Точка. Ни о какой передаче канонической территории речи не шло. Кроме того, есть еще очень интересный кейс. Кейс, который называется «Автокефальная польская церковь». Дело в том, что территории Польши они также были территориями Киевской митрополии. В 1924 году Вселенский патриарх даровал автономию польской автокефальной церкви. Но вот странно. Согласитесь, в 20-х годах протестов русско-православной церкви не было, в 30-х не было, в 40-х не было. Потом воссоздали структуру РПЦ, выбрали патриарха, создали сенот при Сталине. Польша снова попала под советскую власть, то есть пришли большевики. И вот тут вот интересная реакция РПЦ. Она возмущалась актом 1924 года отнюдь. Она всего лишь его подтвердила точно так же, даруя автокефалию, но при этом при немножко перечерсти в границе. Все. То есть они сами признали, что по крайней мере часть Киевской митрополии они отжали теперь незаконно. Но если часть, то возникает вопрос, а почему? Все. Ладно. Теперь вернемся к документу. Итак, было право хератонизации, было право церковного суда. Это даровалось на время в связи с плохими обстоятельствами, в связи с объективными препятствиями в исполнении своих обязанностей вселенским патриархом. Это обстоятельство изменилось, право забрали. Все. Все чисто, все честно. При этом, об этом кстати тоже говорил в видео, ссылочка будет сверху и в описании. При этом, формально уже осенью было признано, что все приходы на территории Украины, на территории высшей Киевской митрополии, могут считаться приходами вселенского патриархата. То есть было постановлено сопричастие. Главное в осенних решениях было не снятие анафеми, а именно в этом. То есть получилась достаточно интересная ситуация. Много приходов, нет административной структуры. Потому что патриарх Варфоломей, он не признавал и вселенский патриархат, ни административную структуру УПЦ Киевского патриархата, ни ОПЦ, поскольку они были созданы действительно не экономично. Они были созданы без их участия. Без участия материнской церкви. И в связи с этим, естественно, что необходимо было провести собор, поскольку были епископы, были священники, но не было церковной структуры. Поэтому что произошло в Киеве? В Киеве Константинопольская церковь созвала собор для того, чтобы восстановить структуру Киевской митрополии Константинопольской церкви. То есть восстановить свою структуру на своей территории. Вот и все. И до того момента, пока не будет дарован Томас об автокефалии, формально мы имеем Киевскую митрополию Вселенского патриархата. То есть часть первой среди равных, самой древней, самой уважаемой, первой в диптихе православных церковь православной церкви. Все. Вопросы о каноничности тут, мягко говоря, не уместны. Ну и теперь, если говорить о каноничных территориях, есть еще один очень интересный кейс насчет того, как воспринимать границы стран, границы территорий. А давайте посмотрим немножко на юго-запад. Есть такая страна, как Молдова. На территории Молдовы существует Молдавско-Кишиневская митрополия Русской православной церкви. Интересно, правда? Особенно интересно, если вспомнить, что Молдавскую митрополию создали по решению Константинопольского патриархата в 1386 году. А в 1760-х годах, там 63-64 спорят до сих пор, Валашский митрополит, на тот момент уже Молдова называлась Валахий, получает титул наместника Кисарии Кападонийской, это кафедры Василия Великого, и становится фактически вторым по старшинству иерахом в структуре Вселенского патриархата. Но случается русско-турецкая война, и в 1789 году данные территории оказываются скрупированы российскими войсками, и РПЦ учреждает Молдаво-Валашскую экзархию и присылает своего экзарха. Вы спросите, а что стало с наместником Кисарии Кападонийской? А ничего, пришел русский солдат, русский штык и сказал, или ты уезжаешь, ну или извини. Таким образом, вот говоря современным языком, ненавязчиво отжали церкви создали свою структуру. О канонической территории, в каких-то границах никто не задумывался. Но случается незадачка. 1812 год, мирный договор, большую часть отжатой территории необходимо вернуть. На отжатой территории, естественно, восстанавливается структура Вселенского патриархата. Во власти России оказывается небольшой кусочек между реками Прут и Днестр. И там создается Кишиньевская епархия. Естественно, туда присылается епископ и так далее. Но вот ведь проблема. Епархию создали на этой территории. Ну а Молдовлажской экзархии своей как-то забыли. И вот получилось, что в структуре одной и той же церкви, русской православной, одновременно существовала территория между Прутом и Днестром, которая являлась частью Молдовлажской экзархии. И одновременно эта же территория являлась Кишиньевской епархией. Парадокс. Но об этом парадоксе в России вспомнили в 1821 году. И так ненавязчиво тихую ликвидировали Молдовлажскую экзархию. Ну а епархия продолжала существовать по крайней мере до того момента, когда Российская империя развалилась и когда территория Молдовы вновь оказалась в Румынии. Естественно, что была восстановлена структура каноничной или же канонической Румынской православной церкви, к тому моменту уже автокефадной на эту территорию. Дальше случился 1944 год, снова пришли советские войска, снова Молдова стала частью уже Советского Союза, но и русский солдат на своих штыках принес и русскую церковь. То есть, снова таки не спрашивая у румынов, просто взяли и снова перекроили территорию. Правда, интересное отношение к каноничной территории. То есть, если в данном случае есть хоть какие-то попытки претензий, то есть кто как, то в случае с Молдовой интересно, кому в таком случае Русская православная церковь должна выставлять претензии по нарушению каноничных территорий. Правда странно? Идем дальше. Следующий тезис. Вмешательство государства в дела церкви. В чем оно заключалось? Два вопиющих факта. Это проверки в том числе Минкульта и споры Минкульта с Русской православной церковью касательно двух лавр. Киево-Печерской и Почаевской. В случае с Киево-Печерской лаврой, ай-яй-яй, что случилось? Министерство культуры Украины решило провести ревизию своих фондов на территории Киево-Печерской лавры. Вот ведь странно. Понимаете, Киево-Печерская лавра это музей-заповедник национального уровня. И все, начиная от мощей, заканчивая убранством церквей, является экспонатами. Особо ценными национальным достоянием. И то, что Министерство культуры Украины за все годы независимости не проводило инвентаризацию фондов, это проблема чиновников. То, что они начали их проводить сейчас. Они молодцы, потому что инвентаризацию фондов проводить надо, потому что кроме мощей, которых трогать в принципе не стоит. Есть еще такая вещь, как в том числе церковная утварь, предмет искусства, которые зачастую изготовлены, в том числе и драгоценных металлов, стоят очень-очень дорого. Поэтому хотя бы проверить, что из этого стоит на месте, что из этого в каком состоянии. И не украли, не дай Бог, чего-нибудь, как правило, стоит. Это нормальная практика. По Пачаевской лавре еще более интересно. Срок аренды лавры у Русской Православной Церкви должен был истекать. И идут споры между РПЦ и Министерством культуры о форматах продления. Споры ведутся, то есть пока идут споры касательно аренды, касательно распоряжения имуществом. Естественно, никакие движения по изменению назначения, изменению характера пользования имуществом предприниматься не могут. Ни одной, ни другой стороной. Но вдруг в другой области, в другом населенном пункте, вдруг какой-то регистратор берет и делает изменения в государственном реестре надвижного имущества. Естественно, такая запись незаконная. Естественно, что это решение отменяется. Но естественно, что Клир Русской Православной Церкви поднимает воин и кричит, ай-яй-яй, и нас преследуют. Может быть, и конечно допускают, что регистратор, который не знаком со священником Абачайской лавры, который сидит неизвестно где, что он вдруг с бухты-барахты взял и решил от себя что-то написать. Но в таком случае это либо ошибка, либо регистратор увольняет. В противном случае, извините, вы находитесь в состоянии споров, вы находитесь в состоянии судебных разбирательств. Пожалуйста, ждите окончания и потом будет все решаться. Следующий вопрос. Следующая претензия, она вообще страшная. Допрос из священника в Службе Безопасности Украины. Господа, в Украине военное положение, раз. Украина находится в состоянии войны, два. Украина инвестирована Крым, три. И естественно, что Служба Безопасности Украины расследует дела государственного значения, которые упряжают национальной безопасности. Допрос может быть в качестве свидетеля, в том числе, если расследуется какое-то дело по определенному факту. И если Служба Безопасности Украины хочет вызвать на допрос гражданина Украины, она имеет право это сделать, независимо от того, какая одежда на этом гражданине. Либо ряса, либо трусы стриптизера. И в том и другом случае гражданин является, проходит допрос вначале как свидетель. Потом, если вины у этого человека нет, он дальше проходит либо как свидетель, либо выводится из процесса. Если вина есть, приходит как подозревание. Так что же в таком случае священники заволновались, когда их как свидетель начали вызывать? Странно, правда? Ладно, в Украине второй кейс по этой же теме. Вот в Украине пока никого из священников не посадили. Ну и я надеюсь, что если вины нету, то никого не посадят. В то же самое время в Республике Беларусь сидят уже как минимум трое, если не четверо священников Русской Православной Церкви. Причем по очень интересным статьям. Видео, кстати, тоже сверху добавлено. И это все за последний год-полтора. Вот странно, почему же в таком случае Русская Православная Церковь не кричит про то, что диктатор Лукашенко преследует православных в Беларуси? Там же реально посадки священников идут, а священников там на порядок меньше, чем в Украине. Ну да ладно. Есть еще одна очень интересная тема, очень занимательная. Претензия в том, что приглашение от Патриарха Варфоломея на собор иерархам Русской Православной Церкви, то есть Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, Зачастую передавали через руководителей местных государственных администраций. Вот он, мол, административный ресурс. Понимаете, как это через чиновника, через госслужащего передавать письма? Согласен. Но, господа, если бы почтальон принял, почтальон же тоже государственный служащий. Правда? Да, руководитель госадминистрации выполнил несвойственные ему функции. И это плохо. Возможно, он так хотел ускорить процесс. Возможно, в таком случае можно считать, что это вмешательство в делах. Но, возьмем снова-таки кейс Российской Федерации. Мы имеем доставку либо корреспонденции, либо грузов в интересы от церкви, либо церковной властей. Прекрасно. А теперь вспомним, каждую весну вся Россия прилипает к телевизору и смотрит трансляцию с схождением благодатного дня. Из Иерусалима. Правда? И вот, видите, интересно, 2017 год, как одна из ключевых лиц в делегации российской за благодатным огнем ездила не монашка, господа, нет, 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 а всего лишь спикер МИДа Российской Федерации госпожа Мария Захарова. Правда, интересно. Через год, в 2018, благодатный огонь в Москву приводит руководитель фонда Андрея Первозванова Владимир Якунин, который летит, на чем бы вы думали, туда и назад, он летит самолетом авиаотряда России. Это тот самый отряд, который уводит первых лиц государства. Это правительственные самолеты. Он летит на правительственном самолете туда и назад в интересах церкви. Вот в данном случае нет вмешательства государства в дела церкви, ведь имеем то же самое, то есть доставку каких-то грузов, либо корреспонденции, либо еще чего-то в интересах церкви за государственный счет. Только в данном случае передали письмо и неизвестно, сколько это, как говорится, бюджетных денег за исключением времени чиновника заняло, а в другом случае сгоняли самолет туда и назад. Мелочь, а приятно, правда? Ну Россия богатая страна, но вот почему бы этим не возмутиться? Идем дальше. Вмешательство в проведение собора со стороны первых лиц государства. То есть что мы имеем? Российскую сторону возмутило то, что президент Порошенко выступал и перед собором, касательно этого действия выступил после, то есть и в начале даже собора он сказал, что государство сделало свое дело, дальше церковные лидеры договаривались и сами. Дело за вами. И после собора он просто заявил, рассказал о том, что на его взгляд, сие действия, сие события, значит для страны. Ну да, побьющее вмешательство. Но давайте вот теперь посмотрим на одну фотографию. Посмотрели? Не видите знакомых лиц? Это процесс объединения Русской Православной Церкви за границей и Русской Православной Церкви. На котором между двумя архиереями стоит никто иной, как всем известна личность Владимир Владимирович Путин. Не верите? Может быть фотомонтаж? Хорошо. Возьмем скрин с официального сайта президента России. И теперь я зачитаю. В начале апреля патриарх Московский в Сея Руси Алексий II пригласил президента России Владимира Путина на церемонию подписания акта о каноническом общении, отметив вклад главы российского государства воссоединение церквей. Заметьте, он отметил вклад не прихожанина Владимира Путина, а главы российского государства. Идем дальше. После подписания акта в Храме Христа Спасителя патриарх Московский в Сея Руси Алексий II преподнес президенту Владимиру Путину подарок за его вклад в воссоединение Русской Православной Церкви. Вот так, ребятки. То есть в данном случае возмущаться нечему, ведь как бы так сказать, мы имеем вклад, мы имеем награду. Ну ладно, если нечем, давайте вернемся. Итак, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин участвовал в объединении Русской Православной Церкви за границей и Русской Православной Церкви. Причем Русская Православная Церковь за границей, она была тоже в неканоническом статусе. Кстати, что тут происходит в Украине? Президент Петр Порошенко делает все возможное, чтобы разрозненно непризнаваемо другими церкви в Украине восстановили структуру канонической церкви Вселенского Патриархата, что и происходит. То есть снова-таки церковь из неканонической перехода в канонический статус, она становится частью, признанной другими церквями структуры. Вот вроде бы похожее событие, но в одном случае протест, а в другом случае, может быть, патриарху Кириллу стоило бы высказать протест в адрес Владимира Владимировича Путина. Интересно, правда? Ну и да ладно. Есть еще один интересный факт. Патриарх Кирилл решил направить письма протеста, либо письма жалобы многим-многим адресатам по всему миру. И сайт Патриархии сообщает интересную вещь. То есть адресаты. Давайте посмотрим, кому. Письма отправили Папе Римскому и Пископу Контрберийскому в Организацию Объединенных Наций, в ОБСЕ, госпожан Меркель и Макрона. Странный список не находите? Там и есть хотя бы одно государство, которым значительная доля православного населения. Либо же, а есть ли хотя бы одна православная церковь? Папа Римский вроде не православный. Пископ Контрберийск это в принципе англиканин. А где же православные? Забавно. А может быть все потому, что церкви не поймут сути претензий. Может быть у них совсем другое отношение. На этом все. Видео понравилось. Лайкайте, шарф за поребрик. Ну и естественно подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok